Добро пожаловать на канал Про Цветок, друзья! Мы набираем обороты в познании удивительного мира наших грядок, а именно почвы, мы уже четко осознаем место каждого участника в ней. Бактерии, грибы, растения, треугольник успешного урожая. Но есть еще один очень важный участник, который делает фигуру треугольника объемной и абсолютно идеальной. Это видео посвящено замечательной водоросли Хлорелля. Если вы еще не знакомы с этим удивительным растением, то сегодня мы поговорим о том, как она может быть полезна для вашего здоровья и благополучия, но через использование в саду и огороде. В настоящее время Хлорелла это не просто зеленые водоросли. Для многих она конечно известна как настоящий суперфуд, супер еда, которая содержит множество витаминов, минералов, других питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья. В этом видео мы рассмотрим несколько фактов о Хлорелле и узнаем как ее можно использовать в нашем огородном деле. Так что давайте начнем и узнаем больше о пользе Хлореллы. Сочетание водорослей и компоста вот где происходит настоящее волшебство. Так высказался один из агрономов-ученых, который занимается изучением взаимодействия растений и Хлореллы. И я сразу приоткрою некую завесу тайны всего моего рассказа. Хлореллы это действительно очень хороший способ увеличить продуктивность наших растений и всего в принципе нашего огорода. Конечно же сверх развернутой информации по механизмам влияния водорослей на растения пока нет. Вернее ее настолько много, что информация появляется и вообще так быстро так много результатов исследований, что нет времени ученым делать какие-то общие выводы. И я попытаюсь сделать это для вас, друзья. Неподготовленному человеку может иногда даже показаться, что есть некий отрицательный результат использования Хлореллы. Когда читаешь о результатах и видишь, что обработка Хлореллы приводит к снижению скорости роста растений, как это было, допустим, при исследовании лука или салата. Однако нужно дочитать до конца и мы видим, что результат того, что просто при снижении скорости роста растений становятся более продуктивными, более крепкими, зеленая масса, более плотная, до 30%, а значит, менее подвергается атакам насекомых и различных заболеваний, как это было продемонстрировано на примере серой гнили, которую вызывает гриб Батритис. Положительное действие, судя по всему, оказывается двумя путями. Прямым, допустим, при опрыскивании раствором, когда водоросль попадает в том числе и на поверхность листьев, и второй путь опосредованен через микрофлору почвы. Вообще показано, что водоросль хлорелла может проникать через устица растения во внутрь листа и там обживать себе пространство, фотосинтезировать, насыщая внутреннюю часть листа углеводами. Это тоже очень полезно для растения. Она там работает как будто это просто клетка растения. Ну а в почве все очень гармонично, все микроорганизмы связаны друг с другом, влияя один на другого. Когда мы обрабатываем растения грибами, то, как правило, вносим споры. Именно они наиболее жизнеспособны и поэтому используются. Но вот быстрого прорастания от них ждать не стоит. Поэтому для спор нужны определенные условия и очень часто помощь. Ну в принципе именно поэтому, в том числе, не у всех получается вырастить культуру грибов у себя дома. Ну вот эти все грозные комментарии, гневные выкрики псевдоспециалистов, не растет мол ничего, а спросишь как ты это сделал, то выясняется отстерилизовал крупу, банки и все равно там пеницилл или непонятно что. Только дома стерилизация невыполнима, без специфических условий. Особенно от грибов. Ну я в принципе уже заметил, что даже у самых лучших биологов СНГ в голове каша путают понятия стерилизация и дезинфекция, загребая все под одну гребеночку. Стерилизация – это полное уничтожение всего живого, а дезинфекция – снижение количества патогенов, то есть вредных или опасных организмов. В принципе я отвлекся. Вернемся к спорам полезных грибов. И такую помощь в прорастании спор оказывает как раз бактерия или водоросли. Хлорелла – это как раз и есть тот реаниматор, который позволяет спорам гораздо раньше выйти из состояния покоя. По сути дела водоросли – это как показатель для гриба. Типа, если хлорелла растет, то мне точно будет нормально. К тому же это очень хороший друг. Помните, как у Высоцкого «Если шел за тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него». Вот примерно такие отношения между хлореллой и грибами в почве. Вообще это удивительно. Это даже можно увидеть своими глазами. Если объединить в пробирочке мицелий гриба до любого и хлореллу, то уже через неделю там образуется связь, как общий организм с передачей друг другу различных вкусностей. Это шикарное зрелище. Ну а теперь мы разберем, как же хлорелла влияет на растение. Влияние настолько хорошее, что изменяется минеральный состав сока растения, вы понимаете, повышается концентрация практически всех элементов, которые диетологи причисляют обычно к самым полезным, нахваливая тот или иной продукт. Повышается количество солей калия, кальция, магния, фосфора, железа и марганца, легко усваиваемые соли. Ну разве что цинк и натрий снижается, но тут отдельный вопрос и это все очень интересно, потому что для ученых этот факт говорит о том, что водоросли как раз облегчают усваивание всего из почвы для растения, потому что ионы натрия практически всегда выступают индикатором активности транспортной системы клеток растения, в том числе корня. Простым языком это можно объяснить так, мы можем судить о развитии логистики государства и его транспортной инфраструктуры по количеству фур на дорогах. Видите, так вот очень все просто. А вот содержание меди доказано снижалось. Это говорит о том, что использование хлореллы снижает риск получения продукции, зараженной медью, при этом в самой водоросли меди становится больше, она как бы поглощает излишки из почвы, очищая ее. Да и вообще хлореллу рекомендуют использовать на почвах грязных, загрязненных тяжелыми металлами или подвергающихся загрязнению. Хлорелла в том числе и помогает усваивать растению железо. Это приводит к усилению фотосинтетической активности и синтезу белка в листьях. А что еще может быть важнее, ведь белок это одно из самых важных соединений, которые мы пытаемся тем или иным способом получить. Углеводов много, они везде и всюду, а вот белки с ними нужно еще поработать. Кроме того, железо играет важную роль в биосинтезе растительных гормонов, допустим такого как иук это индолилуксусная кислота, гормон роста растений. Очень интересные данные получены учеными о влиянии хлореллы на концентрацию витамина С. Казалось бы, ну помидор и помидор, куча витаминов, но так, чтобы мы могли сами изменить на одной и той же грядке его концентрацию в помидоре. А тут точно и доказано, есть хлорелла выше содержания витаминов, причем не только витамина С. Мы привыкли слышать о том, что растения способны синтезировать все практически соединения и уж тем более все аминокислоты, часть из которых для нас незаменимы, то есть мы их берем исключительно с едой, а растения синтезируют сами. Сюда же относятся там витамины, гормоны и куча различных биологически активных соединений, но растения не глупы. Если есть в почве что-то из всего этого, то они не будут заново изобретать велосипед, они просто возьмут и поглотят это все из почвы на свое благо, не запуская сложных механизмов своего собственного синтеза. Если кто-то скажет, что не для всего есть соответствующая система всасывания у растения, то они конечно же будут правы. Я просто видел комментарии отдельные по этой теме. Однако, если большое количество веществ в растения поступает благодаря своим собственным системам, механизмам всасывания, то отдельные соединения могут поступать в растения с помощью грибов. Именно они очень сильно закачивают в большом количестве различные другие соединения прямо к клеткам или даже в клетки растений. В том числе хлорелла очень сильно помогает этому, ведь именно из-за нее все эти соединения берутся в почве. Хлорелла может приводить к изменению кислотности почвы. Именно поэтому она может оказывать даже действие на вкусовые качества, на изменение вкусовых качеств плодовощной продукции, то есть допустим на примере томата, то есть может просто напросто сделать его слаще и соответственно вкуснее. Следует отметить, что внесение хлореллы к томатам или картофелю должно сопровождаться увеличением внесения минеральных удобрений примерно на процентов 20, так как соли будут полнее и быстрее поглощаться и использоваться как самим растениям, так и хлореллой. А теперь, друзья, итоги в студию. Выводы. Первое. Хлорелла может выступать стимулятором прорастания семян, так как содержит нужные для этого растительные гормоны гибереллины, ауксин, цитокинины. Второе. Преимущества хлореллы для растения. В ее способности улучшать качество почвы. Хлорелла содержит большое количество полезных веществ, которые помогают бороться с вредными факторами, в том числе нормализация PH, вымывание тяжелых металлов, улучшение структуры почвы. В итоге повышается урожайность растений и их скорость роста. Хлорелла улучшает здоровье растений. Это третье. Она содержит соединения, которые восстанавливают растения после различных стрессовых состояний, таких как засуха, заморозки. Она содержит много антиоксидантов, которые спасают растения от гибели из-за радикалов и внешних ядов. Четвертое. Усиление иммунитета растений. Конечно же. Хлорелла содержит большое количество бета-каротина, который помогает повысить иммунитет растений. Не говоря уже о широком спектре соединений, действия которых еще только изучаются. Это означает, что они будут более устойчивы ко всем вредным факторам. Ну и конечно, это приведет опять же к более здоровому росту и более высокой урожайности. Ну и небольшой лайфхак по нашему хитрость. Как проверить продаваемый препарат на наличие жизнеспособной хлореллы. Все очень просто. В стеклянную либо пластиковую банку объемом примерно около литра мы наливаем воду. Желательно, конечно, прокипятить идеально дождевую воду. Ну это все все всегда знают. Капнем немножко туда любого минерального комплексного удобрения для растений. Столько же, сколько нужно по инструкции для полива растений. Допустим, колпачок. Это обычно такого количества достаточно. После этого наливаем в эту жидкость небольшое количество любого покупного препарата, который содержит хлореллу. Буквально пару капель. Цвет практически не изменяется. Но при температуре около 28 градусов и наличии яркого солнца уже через три дня у нас здесь водичка должна стать зеленой. Иначе в коммерческом препарате живой хлореллы нет. Можно использовать, если у вас под рукой нет минерального удобрения какого-либо жидкого. Можно просто использовать минеральную воду. Да, даже газированную слегка, конечно, ее обезгазировать. То есть, немножко потрясти, чтобы газики вышли. Питание для хлореллы – это углекислый газ из воздуха и минералы, которые мы добавляем. Ну и пробочку не закручиваем, чтобы углекислый газ из воздуха проникал в бутылку. При этом, конечно же, желательно иногда перемешивать. Особенно, если вы хотите самостоятельно получить шикарнейший урожай хлореллы и использовать его в дальнейшем. Ну, как всегда, о хорошем мы можем, конечно, говорить очень и очень много, но вывод в итоге один. Если есть возможность купить хлореллу – это хорошо. Если вырастить самостоятельно – это еще и дешево. Но однозначно растения скажут спасибо. А пока спасибо говорю я. Цените каждый момент, проведенный с близкими людьми, как растение ценит дружбу с хлореллой. До скорой встречи, друзья!